Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Привет, Катя. Пока вся страна скорбит по погибшим в Кемерово, во всех регионах проверяют торговые центры. Вот и во Владимире собрали журналистов и повезли в противопожарный рейд. Однако в центре города у автобуса МЧС неожиданно загорелся двигатель. В автобусе в этот момент находились около 15 представителей прессы. Их быстро вывели на улицу, никто не пострадал. Водитель ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя. Продолжить рейс пришлось на другом автобусе. Вообще к пожарам сейчас привлечено повышенное внимание. Днем в интернете появились кадры из Санкт-Петербурга. Там загорелось здание, в котором находится автосалон. Площадь пожара в настоящее время уточняется. Сведения о пострадавших пока не поступали. Очевидцы сообщают, что из здания успели выйти все сотрудники и клиенты. А тем временем пассажиры самолета Екатеринбург-Анталья выложили в сеть видео с буйным пассажиром. Инцидент произошел вчера. По словам очевидцев, полет начался хорошо, но последние 20 минут превратились в кошмар. Один из пассажиров, изрядно выпив, начал вести себя неадекватно, бросаться на женщин и детей, а также кричать, что он взорвет самолет или расстреляет людей. Пассажирам пришлось бегать от дебошира по салону. Досталось и сотруднику экипажа, который пытался успокоить хулигана. После приземления в аэропорту Антальи пассажиры самолета написали заявление, которое бортпроводники передадут российской полиции. Интернет-пользователи, отдыхающие сейчас в Сочи, выкладывают сегодня вот такие фотографии. Это не фильтр, просто в окрестности города выпал оранжевый снег. По словам специалистов, в таком явлении нет ничего страшного. Просто после шторма в пустыне Сахара образовались облака, содержащие огромное количество пыли. В результате необычной осадки выпали на юге России, а также на Украине и в Молдавии. Как утверждают метеорологи, такое явление можно наблюдать примерно раз в пять лет. Напомню, буквально несколько дней назад африканская пыль накрыла греческий остров Крит. И российская фигуристка в очередной раз потрясла спортивный мир. 13-летняя Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной луц. Видео, на котором зафиксировано удачное исполнение данного прыжка в четыре оборота, опубликовал в своем инстаграм-тренер Сергей Розанов. По словам специалистов, ранее в истории женского фигурного катания таких прыжков не было документально зафиксировано ни у одной из представительниц слабого пола даже на тренировках. У меня на этом все. Катя.